Все внимание сейчас к тем, кто пострадал в Керчи. Пять жителей города вылетят завтра утром к родственникам в московские клиники. Сколько раненых и где размещены, в каком они состоянии, сейчас в прямом эфире узнаем у министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Вероника Игоревна, здравствуйте. Понятно, что самых тяжелых раненых доставили в столицу. Есть ли положительная динамика в их состоянии? На сегодняшний день остаются госпитализированными 46 пациентов. Из них 26 детей в возрасте до 18 лет. Действительно, самых тяжелых раненых мы сумели эвакуировать в ведущие московские центры. 6 человек, 6 детей находятся в Институте неотложной хирургии и травматологии города Москвы. Трое из них остаются в состоянии крайней тяжести. Но хотелось бы отметить, что за сутки удалось стабилизировать их состояние. И отмечаются определенные, пока не очень выраженные признаки улучшения состояния, что дает надежду. И трое находятся в состоянии стабильно тяжелом. Две женщины раненые находятся в Институте Вишневского в тяжелом стабильном состоянии. Однако сейчас уже их состояние не вызывает опасений в плане сохранения их жизни. Двое тяжелых находятся в Краснодаре. Оба пациента прооперированы. И состояние сейчас тоже не вызывает опасений с положительной динамикой в течение сегодняшнего дня. И шесть тяжелых пациентов находятся в Симферополе. Из них четверо перешли в состояние средней тяжести. Двое остаются тяжелыми. Девочки 15-16 лет с разрывами внутренних органов вследствие взрыва. Нужно отметить, что туда прилетела бригада нашего главного внештатного специалиста детского хирурга из Санкт-Петербургского педиатрического университета. Вместе с двумя хирургами и анестезиологом-реаниматологом. И вместе с коллегами из Симферополя. Девочки были дополнительно прооперированы. Состояние их мониторируется. И в настоящее время тоже стабильно. Остальные больные находятся в состоянии средней тяжести и ближе к легкой тяжести. Вы были сегодня в операционных. Что доставали ваши коллеги и врачи из тел раненых? Это действительно такое страшное зрелище. Болты, шайбы, изогнутые гвозди. То есть такие металлические компоненты достаточно большой величины с указательный палец некоторые. Ясно, что они грязные, инфицированные в этой связи. И страшны эти разрывы, потому что тут же начинается воспаление. У ряда пациентов флегмона кишечника. Разрывы, сопровождающиеся уже сразу абсцессами. Вот приходится это видеть. И последний вопрос. Родители раненых детей, которые последовали за ними в Москву, где они размещаются? Кто этим занимается? Этим занимается руководство Республики Крым. И помогают родителям и добраться, и разместиться. Что касается оказания психологической помощи, психологическая помощь всем пришедшим в сознание детям и родителям будет оказываться в медицинских организациях, квалифицированными психологами. Спасибо, Вероника Скворцова, глава Минздрава России, о состоянии пострадавших в Керченской трагедии.